Доброе утро! Вы на канале у Светланы Александровны. Дорогие друзья, кавмин воды. Сегодня с самого утра варю супчик. Супчик варю на курочке. Уже у меня кипит курочка. И будет у меня, наверное, супчик чечевичный, ребят. Сейчас собираю пенку. Готовлю на своей зимней кухне, ребят. Тесно, тесно, по сравнению, как мне в летней. Вы знаете, да, идет ремонт там у меня. Вот, тесновато. Ну, в тесноте, но не в обиде, ребят. Пеночку собираю вот такой штучкой. Уже перестала я ложкой собирать с дырочками. Вот эта сеточка, она намного лучше собирает. Так же опускаю мясо в холодную воду. Мне не понравилось в горячую, ребят. Да-да-да. Бульон темноватый. Хоть говорят, там как-то мясо вкуснее, бульон вкуснее. Я вообще этого не заметила. А заметила только, что бульон становится, ребят, от этой... Когда в горячую кидаю, прям мутный, практически как молоко. Меня это не устраивает, ребят. Не устраивает. Картошку почистила. Картошку, конечно, я уже... Своя картошечка у меня. Использую, ребят, я уже молодую. Угу. Ну, потому, сами понимаете. Уже ту картошку, хоть и осталось у меня. У меня там, наверное, штук 20 осталось еще. Но не использую. Уже вид не тот. И все остальное не то. Так. Почистила. Муку ручку не выбрасываю. Буду пеночку сюда собирать. Вот такие-то дела, ребяточки. Вот такие-то дела. Так что с утра готовлю супчик. Опускаю сюда уже я, значит, лучок, пастернак и морковочка. Пастернак и морковка у меня заморожены были. Лук еще репчатый у меня. Еще прошлогодний. Да-да-да. Осталось несколько штучек. И все, ребят. Репчатый лук у меня заканчивается. Так, так, так. Надо ложки сюда принести. А то столы с ложками выставили. И тут у меня всего три штучки ложки-то всего в доме. Надо сюда перенести у меня вот здесь ящички-то для этих. Тарелки-то у меня разные здесь. Мне хорошо использовать тарелочки. Вот. А шкаф сюда перенесли. Кто не видел, посмотрите. В прошлом видео я показывала. Все, ребят, перенесли. Что под навес, что сюда в кухню. Хайдарак. Ну, ничего. Знаете, зато будет красиво очень. Правильно же? Правильно. Так, картошечку сейчас порежу. Я прямо здесь порежу. Зато здесь, смотрите, как удобно. Я к вам лицом, да? Не поворачиваться мне. Ну, уже в летней кухне будет не так. В летней кухне, конечно, там надо. Хотя можно поставить телефон. Мне надо купить хорошую такую. Крепеж хороший, который будет держать телефон в любом месте. У меня крепеж плохой, ребят. Вот. Надо купить. Все куплю. Все сделаю. Только, чтобы было нам удобно общаться. Здесь курочка у меня. Покупала грудку. Обрезала грудку. Побольше мяска оставила. И косточка от грудки. Будет такой легкий супчик. Вроде и с мясом, вроде и без мяса. У меня гусь в холодильнике есть. Ребят. Ну, вот, буду ждать гостей. Я его достану. Тоже, вот, мне жалко его делать просто в духовке. Я его весь обрежу. С косточек сделаю холодец хороший. Правильно же? Вот. С косточек какое-то там, первое какое-то блюдо. Что-то мне так жалко, вот, знаете, его в духовку засунуть. Мне косточки хочется тоже, чтобы использовать. Гусь домашний, хороший. Поэтому, что на фарш впущу. Надо будет, наверное, его разморозить и до ума довести. Там, по-моему, гусь на 5 килограмм. Забыла. Не буду даже врать вам. Не очень гусь такой огромный прям. Нет, средний. И не маленький. Так что, скоро будет гусятина у нас. Поехали мясо покупать мы, ребятки милые. Цена еще больше поднялась на мясо. Говядина в магазине, не на рынке. 700, 800, ребят. Ну, хорошие куски, без косточек. Тысяча. Ой, это... Как можно такие цены ставить? Не знаю. За тысячу, да, получи пенсию 14 тысяч. Ребят, вот моя пенсия 14 тысяч. Получи пенсию 14 тысяч и пойди купи за тысячу килограмм мяса. Бред. Бред полный. Наши пенсионеры бедные, прибедные. Не, ну, у кого пенсии хорошие, конечно, им полегче. А я, ребят, проработала. Стажа у меня ого-го сколько. Вы не думайте, что я дома просидела. Нет, ребят, пропахала. И маленькие детки были, и пахала, пахала, пахала. Вот так нас отблагодарило государство, ребята. Это какой-то кошмар. Вот так нам тяжело сейчас пенсионерам. Ну, у меня муж еще работает, да? Вот. Хоть зарплата у него маленькая, но все равно. Пенсия плюс зарплата. Мне еще, как говорится, можно, да, прожить. Вот. А если кто спрашивает про дзен, оплата на дзене? Ребят, смешно. Смешно. Смешно, честно. Ну, веду блог в надежде той, что все-таки дзен или совесть заимеет и будут платить нам побольше. Или, ребята, это самое, может быть, я ведь недавно веду блог. Может быть, больше будут людей смотреть меня, просмотры. Надежда только на вас, на подписчиков, ребятки милые. Только на вас, чтобы заработать и не вести вот в никуда свое видео. В никуда. Я считаю, что и на дзене, знаете, там, как интересно. Раньше за подписчиков платили. Теперь, то есть, вы можете не подписываться, смотреть больше мое видео, да? Вот. Ну, ребят, когда подписываются, я вижу заинтересованность вашу, да? Ну, все-таки подписались. Все-таки люди... Ну, я людям интересна. Вот. Ну, а про ютуб я вам уже рассказывала. Ютуб, да, нам вообще не платит. Ну, я не бросаю. На ютубе не бросаю и на дзене не бросаю. Думаю, что у меня все в будущем, все будет. Все будет хорошо. Хотя бы, я не говорю, бешеные какие-то будут деньги. Ну, какие-то деньги я заработаю. Мне очень нужны деньги. Хотя бы помочь своим детям. Вот. Мы уже с мужем, как говорится, как-нибудь. Хотя бы как-нибудь. Не хочется, ребят. Хочется достойно жить. Правильно? Правильно. Со мной все согласятся. Независимо от возраста. Я вообще свой возраст не ощущаю. Мне хочется жить, радоваться жизни. Хочется, я уже вам говорила. Хочется помочь дочечке. Чтобы мой ребенок хоть немножечко. Она у меня двоих сыновей воспитывает. Я вам уже рассказывала. Не буду повторяться, потому что я расстраиваюсь. Когда рассказываю. Не хочу вам свои проблемы вешать. У вас своих проблем хватит. Правильно? Правильно, ребят. Я сегодня встала утром. У нас же молочный день сегодня. Я сегодня взяла только 3 литра молока. Почему? Отвечаю, почему. Ребят, негде возиться вот здесь вот с кастрюлями, с этим аппаратом. Ну, наверное, пока не буду. Хотя не знаю. У меня так внучок, я же вот когда просепарирую, внучок так хорошо ест эту сметану, он считает, что это масло. Ну, это так и есть. В принципе, это так и есть. Я прям ему на хлеб мажу очень много. И он вот с борщиком там, со вторым, он очень хорошо кушает. Поэтому, не знаю, может быть, на следующей неделе, может быть, через 2 недели возьму еще 10 литров. А в данный момент, ребят, я 3 литра только взяла. Все. Это соберу сметанки там, сколько будет с 3 литров. Потому что внуку нельзя такая жирность большая. А мне она тоже не надо, такая жирность. И 2 литра в мучку мы всегда, каждую неделю 2 литра мы оставляем молочка, чтобы мучок пил маленький. Вот старший не любит домашнее, привык вот к этой химии. Нам все вкусовые наши качества, все испорченные, потому что вот эти продукты, которые у нас сейчас, вот, они нам все попортили, ребят. Как это не любить домашнюю сметану? Как можно не любить, да, домашнюю сметану, там, домашний творог? Вот старший не ест, а ведь ему как надо. Вот домашний творог, как надо, сейчас 18 лет. Да и не только 18, нам, например, надо. Вот сейчас пьем какие-то таблетки в нашем возрасте, кальций вымывает, да. Все, нам очень нужен творог. Ну, все, продукты в магазине, это все ерунда. Не знаю, когда наши правители подумают о том, что нация очень больная нация. Вы посмотрите, какие заболевания бешеные. Никто о нас не думает. Ну, ладно, о болячках уже не будем. Они нам всем надоели, а вам тоже так же не хочется даже о них и разговаривать. Вероятно, сегодня у нас будет жарко. Утром я прополола, пошла на улице к лумбу. Ребят, трава растет, дождики же шли. Ну, глазом не успеешь моргнуть, да, и уже трава повырастала. Вот, цветочки. И здесь немножко прополола тоже во дворе. Клумбочку свою растут у меня бархатцы. Бархатцы попересаживаю. Вот прополола на улице. Теперь мне, ребят, надо, знаете, что сделать? Надо сделать это, траву собрать, которую я сегодня прополола. Она вот завянет. И вечером я посажу бархатцы. О, мои приехали. Я утром вот, ребят, готовлю. О, мои приехали. Сейчас Николай Романович как узнает, что я в эфире. И все, будет вам махать, так радуется, что он с вами встретился. Ребенок говорит, бабушка, я представляю, что меня там смотрят. Представляете? Сейчас зайду. Закатите сюда, дочечка. Я сегодня с утра в эфире. Я с утра сегодня в эфире. Все заняты, да? Все, дочечка поехала, а я продолжаю. Ой, сейчас разговаривали. Представляете? Ну, у нас же сейчас разговоры о поступлении. Завтра вот у моего внука результат последнего экзамена. Ну, и вот рассказываю, говорит, девочка в этот, в медицинский колледж, не институт, колледж поступала. Ну, как поступала? Хотя я там ни одного дня не была. Мама заплатила. Кому заплатила? Как заплатила? Сколько заплатила? Представляете? Все в интернет выложила. Вот детвора. Ну, и все. Естественно, взяли в здравоохранение. Кто посмотрел, это видео отправили. И все. Теперь это будет... Это где-то в Центральной России произошло. Вот представьте, ребят. Вообще все. И маму посадят, и всех посадят. Вот кто нас лечит, да, ребят? Не знаю. Мы своего внука, вот честно, ребятки, я не хвалюсь, не расхваливаю, но мы нацеливали. Денег нет у нас, внучок, нет денег. Поступай на бюджет. Ребенок стремился, ребенок... Я же говорю, вы представляете, у нас в классе, вот у внука, девочка шла на медаль, не сдала математику. Там как-то профильная еще какая-то математика, но они сдавали самую сложную математику, ребят. Вот. И девочка-медалистка шла на медаль, и бедный ребенок не сдал. Вот представьте. А ее пересдавать нельзя. Вот, например, там какие-то предметы можно еще пересдать в июле, да? А уже вот эту математику пересдать нельзя. Ой, боже мой, у нас, конечно, сейчас разговоры только о поступлении. Только о поступлении. Нам даже видео попадается именно вот про это. Так, ребят, значит, что я сделала? Я все опустила, и картошечку, и морковочку, пастырночок, это я уже перечисляла. И еще я вот такую вот фасоль зеленую сюда опустила. И будет еще немножечко-немножечко чечевицы. Ну, уже посолила. Специи мои со мной здесь в доме будут еще, конечно, специи. Попробовала? Да, ребят. Солененькие уже все подсолила. Вкус обалденный. О, сейчас я, ребят, возьму, знаете что? Сразу кину мелиный лавровый листик. Ой, ребят, я до такой степени смеялась. Мне подписчица пишет, в каких магазинах покупали мелиный лавровый лист. Ну, миленькие мои, я не покупаю лавровый лист. Я специи стараюсь делать сама. Ну, что, ну, сушеный лавровый лист перемолола на кофемолке. Вот вам и великолепная специя. Все, все ваши труды. У меня-то лавровое дерево растет. Я сушу лист и потом сама перемолую. Ну, мою, все делаю. И сама перемолую. Да вот я только смотрю, это лавровый лист или еще что-то. У меня баночки все подписаны, но не вижу. Очки возьму, ребят. Все, иду, иду, иду. Иду, иду, мои родные. Так, да, это лавр. Все баночки подписаны, поэтому сюда вот тоже специально вон у меня, видите, специи стоят, вам видно. Так что, дорогие мои друзья, не покупайте, вы не знаете, что там продают, сами сделали. На кофемолочке, на обычной кофемолке, вот которая электрокофемолка у меня за 500 рублей, ребят. Все, никаких там сложностей, ничего. Все, бежит Николай Романович. Услышал, что я съемки делаю. Нет, не услышал, мне таблетку просто надо. Да, да, мамочка вот таблетку. Мне она сказала. Да, да, ну иди ко мне, у меня тише только не толкнул. Ну, естественно, ты толкнул, и мои зрители за трясение. Ну, поздоровайся. Всем привет, вы на канале Ассоциона Александровна. Да, да, да. А ты возьми таблеточку и вон водичка в стаканчике, вот. Видишь? Хорошо, да. Все, солнышко, телефончик с собой. Да. Я вот только приехала, хочу чуток уфырю попить. Я вот с прогулки только приехала сюда таблетку выпить, мама сказала. А тут бабушка снимает. Ну, я тут чуток посижу тогда. Посиди, отдохни, конечно. Ты приехала и сразу на свой, это... Канал. Нет, нет, я не... На свой, на свой электросамокат и на канал. И на канал к бабушке, да. А что ты варишь? Я супчик варю. С гороховой. Чечевично-фасолевой. О, чечевично. Я вышла в чечевицу. Да, да, и дедушка очень любит, очень любит. Ну, я люблю именно кашу чечевичную, они суп особо я никогда не пробовали. Суп как бабушка столько варит, и ты не пробовал. Ты всегда с таким аппетитом... Нет, я не пробовал сюда только кашу. Кашечочек, ты забыл, мой родненький. Ну, не знаю, я не различал. Мама варит тебе кашу, да, и бабушка варит? Ну, да, она делает мне кашу просто с чечевицей, а ты суп. Я тоже делала. Я называю пюре чечевичное. Ну, уже надо купить, поехать. У нас магазин есть вот в районе у Николая Романовича. Там мальчики торгуют. Молодые пацаны, хозяева, ну, я не знаю им сколько лет, наверное. Ну, пусть 35. Нет, нет, им уже лет по 40. Они уже взрослые, это уже не дядя, это дядя, то есть уже. Им уже лет 40, наоборот, уже взрослые. Да, магазин, вы верите, такой разнообразный. Вот именно овощной. Там и макароны, там и крупы. Макароны? Ну, молодцы, да. А, там макароны есть, там и макароны, и крупы. Фрукты. Ну, вот не как в магазине всякие сладости, жвачки, пирожки. Там именно фрукты и соки есть. Соков нет. Соки там есть. Есть соки, и компоты, по-моему, еще. То есть там нет всяких сладостей вредных. Ну, для меня там всяких печей. Консервы там есть тоже. Ну, я имею в виду не рыбные, я имею в виду овощные. Вот это. Лис винограда консервированный. Консервированный, да? Просто мы еще, это, возле него живем, нам тут пешком можно дойти до него. И сказать вам, закупить спет, мы там могу еще что-то рассказать. Ну, думаю, пусть бабушка вам рассказывает. Ну, я хочу сказать, настолько, пацаны молодцы, настолько там разнообразие, и намного все дешевле. Да, в период, когда у нас яйца там, цены не сложишь. Ребята где-то нашли, откопали, и цена у них, и фермерские яйца были, вот. И цена хорошая была, по сравнению с другими магазинами. Бабушка. Ну, они берут, они берут свое, именно, знаете чем? Количеством. У них дешевле, и туда столько людей ходят вообще. Там у нас столько большие очереди, что там просто, ну вот, на всю длину, там, вот, лекарства. Есть всякие площади, там очень много людей сейчас состоят. Да, 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 час пик, вот, когда едут с работы, вы просто не представляете, там, сколько людей. Бабушка может с ней, да, еще будет ездить. А я как-то снимала, снимала в магазине. Ну, тогда вы знаете. Значит, что я делаю? Достала одну пол картошки, прям большая такая, и беру, и расталкиваю. Ну, вот так вот, в пюрешечку, да, ребятки? Вот, и буду опускать в суп. Вы знаете, вот это вот все соединяется, так вкусно получается. Что ты хочешь, родной? Ну, все-таки я говорю, что ты не работаешь на этой печке. Кто видел, видел вот эту новую печку. Я говорю, что она не работает, печка. Говорю, бабушка, что ты купила печку, типа, просто она стоит для костана, работает. Просто я, видимо, не замечаю. Не, а вот я первый раз или второй вижу, что она работала. Ну, на этой, я действительно эту печку купила и раза три всего попользовалась. Да. А так у меня та, эта турецкая, она пятикомфорочная, но больше, 90 сантиметров, представляете? 90? Да. А та 75. У меня духовка здесь такая, точно. У меня и духовка с подсветкой, как на той, да? Или на той нет? Была подсветка, там лампочка перегорела. Это не проблема. Ну, короче, на всех, на всех, видать, это шести-пятикомфорочных, такие вот крутые всякие механизмы. Лампочки, подсветки всякие вот, мне нравятся. Когда-то там печка сломается, скорее всего, бабушка на этой только будет работать. Ну, что ж, покупать еще плечку, да? Ну, да, ну, да. А сюда что, правда, вставить будем? Другую купить. Мои дорогие, бегу, бегу, бегу. А ушла я за специями. Сейчас возьму специи и к вам, конечно, прибегу. Прибегу. Так, так, так. Посту перца, ну и все, и хватит. Не приготовила вовремя. Вы меня сильно не ругайте. Значит, что сюда ложу? Сюда ложу эти прованские, прованские травы, свой укропчик. Верите, некогда даже побежать и это, сорвать свежего укропа. Сегодня я что-то не могу. Это хрен. Свой хрен добавляю. Вот так вот. Всегда добавляю хрен, всегда делаю специи. Так, этого я чуть-чуть ложу. Уже скоро реганчик пойдет. И свой лук, который я тоже перемолола. Если хотите, я вам покажу, как эта специя выглядит. Вот, смотрите, ребят, видите? Да. Тоже сама все делала. Сама все использую. Дочечке дала, поделилась. Что-то я с Ноке даже не предложила. Ее баночка стоит. Для нее я сделала, забыла сказать. Ну, ничего. Так, и ребят, паста перцев тоже делала сама. Очень вкусно. Очень. Дорогие друзья, в этом году буду делать очень много. Паста перцев, я уже говорила. Да, это болгарский перец. И немножечко использовала этот, только перчик. Так, все. Во-первых, цвет красивый, когда добавляю пасту перцев. Очень красивый становится. Знаешь, какой красивый. Похоже на лапшу. Похоже на лапшу. Вот это вот, что за палочки? Макароны? Нет. Это фасоль зеленая. А, такая фасоль? Да. Не знаю, такая фасоль зеленая никогда не видел. Бабушка покажет вам. Такая прикольная, похожа на макару. Не знаешь, вот такие макарушки. Да, ну мама тебе свой супчик посчитала, все. Сколько углеводов свой супчик привезла. А так бы я тебя угостила. Нет, да я могу на ужин оставить супчик. Почему? Не обязательно съесть именно ту эту. Можно на ужин оставить супчик, посчитать этот суп? Тут убрать, а этот посчитать. Нельзя так? Можно. Можно. Если мама только знает, сколько там углеводов. Она сможет проверить, да? Мама может взять мой супчик на ужин этот. Не, ну это конечно надо взять, что ты поделишься. Конечно. Так я очки одела. У тебя там кевкелевый, Коля. Да я знаю, я знаю. Все я готовила. Так я очки одела. Кто не знает, у меня плохое зрение чутка. Добавляю зелень, некогда в огород идти. Замороженную. Представляете? Замороженную, в огородчик. Замороженную, в огородчик. Она успеет растаять? Она растаять, успеет, но не же снег. У нас зелень со снегом. Супчики все растают. Вот же холодильник у тебя, да? Мощный, да, Бар? Они все мощные сейчас. Да почему? У нас сообщили, да нет, мы на всю включаем холодильник, у нас ни льда, ни снега нет. И в морозилке, и везде у нас нет такого сильного холодильника. Да нет, я у вас брала, ой, что-то в холодильнике была. И в морозилке тоже такой снег. Что-то мне такой же, там только на пакетах, там. Ой, ты, бабушки, все такое мощное. И куча вот приборов электрических. Макомолы такие такие, да, Бар? Да. Ну а что же, мы будем сами своими руками делать. Бабушка же тоже не может сейчас своими руками делать. Приходится помогать? Конечно. Вещам электро. Все, ребят, я вот встала рано, да, и уже успела и прополоть. И вот сейчас, наверное, к девяти время идет. Вот. И я уже супчик сварила. Так что, кто рано встает, да мой бог дает. Все, сварено у меня уже все, ребят. Хорошо. Все отлично у меня. Свои огурчики сегодня утром пошла сорвала. Там еще есть, но они немножко поменьше. Пусть подрастут за день. Уже не первые огурцы. Сорт эстафета у меня. Пришла вам показать, ребятки, еще раз работу мужа. Половина у нас уже готова, залита. А вот эта половина у нас еще, видите, совершенно не готова. Поэтому все сейчас тут заливать будет муж. Уже подготовил раствор. И будем, конечно, вот где пеноплекс, все это тоже муж будет все сразу делать. И только потом я перееду сюда. Вообще будет очень хорошо здесь. Мне нравится, какую плитку мы сюда уже подобрали. Сегодня должны позвонить. Пойдемте, теперь покажу вам еще. Одна какая-то херня. Опять налетела на мои листья огурца. И лист прям начинает опять портиться. Но это совершенно другая фигня. Это уже какой-то вредитель. Видите, вот белеет лист. Уже не так белеет, а он просто как будто... Я думаю, что это, знаете, какой-то паутинный клеш или еще какая-то. Короче, в этом году у нас в теплице все, мне не нравится ничего. Ну, сколько будет, ребят? Нет, повырываю, посажу новые. Пусть, как говорится, будут-будут. Вот растет наш красавчик здесь. Один-единственный. С помидорчиком рядом. Уже вот помидорчики. И это желтые помидорчики. Окно не закрывается. И тут, и там. Надо еще вот здесь тоже окно открыть. У нас и здесь окна. Еще, ребят, новость. О картошке, которую мы только посадили буквально 4 дня назад. Вот, она у нас всходит уже. Представляете? Да, вон я вам покажу, если увидите, конечно. Вон она, она. И муж уже даже окучил ее. Ну, вот вы обратили внимание, да? Вот, пожалуйста, что значит тепло, да? Покажу вам. Взойдет, покажу. Вот тут у меня помидорчики. Это вот, что я взяла в магазине. Маленькие. И кинула в теплицу. Потом рассадой сюда высадила. Вот уже, ребятки, видите, грозди. Ну, посмотрим, какие они будут. Так они вроде веселенькие и намного лучше, чем в теплице. А это у меня кабачки. Вот. Тут у меня кукуруза. Вот такой огромный укроп. И куча травы. Траву не трогали, пока кукуруза не поднялась. Руками вырывали и все. А теперь можно уже и протяпать. Такие помидоры у меня, ребят, видите? На улице. Ну, разве сравнить, какие были в теплице? Вот. Вот таких ящичков мы наделаем очень много. И нам удобно и ухаживать. И очень удобно обрабатывать их. Не гнешь спину. Одним словом, мы приспособились. В теплицу мы курочек купим. Решили с мужем. Думаю, солнышко вам все-таки не мешает. Чучки хорошо поднялись уже. Отличненько. Насаживала, вы знаете, да? Два-три раза насаживала. Ну, вот такие у меня. А это вот сорт такой, ребят. У меня один год были такие. Вот видите? Обратите внимание, листики как будто портятся. Нет, это такой сорт листвы. Вот я прополола. И то вон кое-где уже травка. А здесь нам надо прополоть, ребятки. Тоже кукурузка. Видно, в тенечке долго не всходила. Ну, все. Дождики были, он еще даже мокрый. Полоть, конечно, невозможно. Здесь солнце больше попадает, и я прополола. Вот теперь, что хочу сказать о семенах партнер. Ребят, три раза посадила. Ни хрена ничего не взошло. Вот, смотрите. Вот лунка. Одной лунки нету. Здесь опять нет. Здесь опять нет. Посадив три раза. Здесь один только взошел. Этот вообще растет непонятный. Вот. И вот еще один. Одним словом, буду сюда насаживать новые огурцы. Вы видите, какая лилия. Надо было вам раньше, когда солнышка такого не было. Ну да, благоухает роза. Тут посадила. Видите? Так, у вас там за кадром Николай Романович поет. Это бархатцы. Это Коля. Это Коля, да. Ну все, ребята. А я знаете, что иду? Показать вам огурцы, которые я замочила. Забыла вам показать. Вот. Буду сегодня садить. Вот и муж приготовил раствор. Идет заливать. Да. Помогает ему, конечно, внук. Да. Да. Работает. Я вообще была помогала. Он и мне помогает на канале. И мужу помогает. Ой, помощник еще тот. Такая тут огромная духовка. Выпекала я тут, правда, один раз всего, ребятки. Ну, сегодня вот приготовила. Уже буду выпекать хлеб здесь. Неудобно. Сейчас кондиционер буду включать. В летней кухне мне гораздо удобнее. Духовка нагревается очень быстро, ребят. Очень. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что она большая, температура поднимается быстрее, чем в меньшей. Ну, там у меня шестикомфорочная духовка. Вернее, вся печка 75 сантиметра. Здесь вся печка 90. А духовка 75. Вот, мои дорогие, мой хлебушек допекается, я хочу сказать, великолепно выпекает моя печка новая. Просто радость. Мне не поняла, тот хлеб я не разрезала, что ли. Один разрезала, другой нет. Ну, будет видно потом, не помню. Вот, и температуру набирает очень быстро. По сравнению с той печкой, очень даже, ребятки, хорошо мне. Значит, выпекала 25 минут сначала при температуре 250, а теперь вот убавила, где-то градусов 230. Вот такой хлебушек. Горячий хлебушек вытащила. Ребяточки, просто красота. Но в следующий раз я буду выпекать немножечко повыше. Дно у меня чуть-чуть темнее, чем обычно. Но ничего страшного. Для меня это ерунда, для нашей семьи. Мы подрумянинное любим. Хлебушек отличный. Всё, ребятки, и убегаю. Кондиционер, слышите, работает. Сейчас пусть нахолодится здесь, тогда приду. Жарко.